Всем доброго времени суток! С вами снова я, Ольга Романова и мой канал Училка Физкультуры в Эмиратах. И сегодня третья часть серии Шоппинг в Джиме Молле. И посмотрим мы сегодня на обувь. Зайдем в магазин, потрогаем обувь, посмотрим цены, посмотрим распродажи, кроссовки, ботинки, туфли. Узнаем где дешево, где дорого. В общем будет интересно. Подписывайтесь, ставьте лайк. Мы начинаем. Вот и сейчас покажу вам одежду. Вот есть распродажи. Вот очень классные ботиночки фирмы Шумарт, ботиночки-кроссовки. 89 дирхам. Это сколько? 500 чем-то гривен. Вот эти удобные бесшнурочные тапочки-кроссовочки, которые любят дети, которые не умеют завязывать шнурки. У меня есть такие ботинки, очень классные, честно, рекомендую. А это знаете что? Ботинки фирмы Лик Купер. Очень популярная фирма. Она здесь считается одной из таких крутышек и очень много распродаж. Есть. Я очень люблю ловить Лик Купер на распродажу. Какие кроссовочки. Слушайте, очень даже здорово. Да ну ладно. 59 дирхам, вы что шутите? А вот, значит надо искать. Было 199, стало 75. Не, вот это супер, просто мощно. Это Лик Купер и действительно, да-да-да, это Лик Купер и за такие цены. Не, ну фантастика, слушайте, ребята. Я говорю, всегда можно найти какую-то распродажу. То есть магазин большой. А вот и Капа, моя любимая Капа. У меня очень много кроссовок Капа. На самом деле, эта фирма очень популярна, что была в Украине, когда я в футбол играла. Что-то достать от Капы, это было как от Adidas. Вот 95. Вообще, меньше 30 долларов. Вот такой славный цвет кроссовок, розовый. И такой вот бело-голубой. Ой, вообще, вот это распродажи. Вот это да, неплохо. Ух ты, вообще за 95 какая капочка. Симпатичные какие кроссовки. Ну вот, 129. Ну вот, видите, если приедем в Эмираты, можно одеться и обуться. Шикарно. Идемте посмотрим одежду. Шлак к одежде остановилась у детских кроссовочек. Ну вот тоже капочка. Капа распродажи 69. Что-то для детских не такие уже распродажи. Вот. Ой, кенгуру. Это вообще здоровская фирма. У меня одни кроссовки есть, но они стоили за 100 дирхам распродажа. А так были аж 300. Ну, за 49 красивые кенгуру. Вот. Вот примерно у меня вот такие. Вот только серенькие и ниже. 179, а были 329. Да, это неплохо. Ох, найки. Вот. Была цена, осталась. Но все-таки все еще дорого. Можно поймать цену найки вообще. Я Adidas недавно за 80 дирхам купила. Такие здоровские. Ну вот скетчерсы. Самая популярная здесь фирма. Скетчерсы. У меня почти все ученики предпочитают именно скетчерсы и LeCupers. Как бы тоже распродажи. Вот для девчонок, конечно, вот очень прикольные кроссовочки. Цену не вижу. Ах, не знаю цену. Вот. Вот были 185, стали 109. 235, стали 125. А вот 89 вообще цена. То есть, так скажу, будете в Дубае, в Ильяне, в Абу-Даби, в Шарже, походите по магазинам. Эти точки Center Point называется. Лайфстайл. Ага, вот. Любимые бесшнурочные кроссовки. Вот какие-то вообще интересный цвет такой яркий. Люблю такой зеленый цвет. Girl Power. 99, нет, 69, по-моему. 69. Ну вот такие вот очень удобно. Зула и Забула. Вот совсем для деток кедики. Тоже прям какие-то распродажи сегодня. Бывает, зайдешь, все так дорого. Просто жуть. Вот снова бесшнурочный. Опять-таки повторюсь, их здесь много видов. Вот так приятно ходят продавцы. И никто мне не кричит, убирайте телефон. Кенгуру. Вот отдел называется Girl Sport. И кенгуру здесь. Ну тут цены, видимо, искать надо. Вот, сейчас посмотрим. 169, а заявлено 129. То есть цену всегда лучше перепроверять с продавцом, честно. Угу. Вот, 189. Ну тут же такие дорогие кенгуру. Вы вообще посмотрите, сколько всего. Тапочек, чешечек. Красота, да. Отдел девочек. Я зашла в правильный отдел. Вот, я не знаю, 60 дирхам. Ну, почти как кроссовки. Вот цвет классный. Тут он мне передает такой блестящий розовый. Блестяще золотой. Класс. Капа и 80 дирхам. Ну, конечно, вообще такие шузики классные для человечка маленького. Но, блин, как-то дорого, не знаю. Вот это вообще розовый цвет. Розовый цвет вообще. Никогда не любила розовый цвет. И сейчас что-то меня приступает. А вот поменьше размер за 59, да? А, 59 мы смотрим. Ух ты, вообще сандалики-то какие. 99 дирхам. Ну, почти 30 долларов. Ну, меньше чуть-чуть. 99 дирхам. То есть почти 100 умножаем на... 7 получаем 700 гривен. А вот это. А вот эти вот блестяшки. Как вам передать так? О! Переливаются. Вообще просто классно. Ну, и рюкзачки тут же есть. Хотя в школу такой рюкзачок маловато. Ну, для садика в самый раз. Ну, вот цены. Видите, распродаж сегодня очень много. Просто я даже не знаю. По-моему, да, было заявлено. Сейчас такая посткарантинная распродажа. Где очень много магазинов участвует. По-моему, да, было 25-75. Вот этот Сантерпоинт входил. Ну, вот капочка снова. Капочка кенгурушечки. Вот, для деток. Ну, вот здесь цена, да, 119. Как-то вот дороговато это. А здесь было 109, стало 39. Вот было 119, стало 55. Ха-ха, Марвел, привет снова. Вот, и вон уже большой зал. И дальше еще есть и мужская обувь, и женских обувь. Вариантов просто немерено. А вот тапочки для девчонок из мультях. В общем, конечно, говорят, в Дубае шоппинг дорогой. В Эляне шоппинг дорогой. Да, ну, приезжайте в любой магазин, можете зайти и узнать про распродажи. Если повезет, у вас будут красивые и классные вещи. Ну, допустим, здесь всегда ходите искать. Вот, пришла в отдел кроссовок мужской и женский. Что мы видим? Кенгуру 89. Поднимаю легкие вообще. И вот еще мне понравились за 75 вариант. Тоже это кенгуру. Боже, наверное, сейчас буду мерять. Сейчас оставлю всю зарплату здесь. 75. Вот такой вариант еще. 69 стоит. И 75 с носочком. Ой, прикольные. Вот эти вот мне еще нравились. Мне нравились, когда они еще, по-моему, стоили вот больше 200. Ой, какой красивый цвет. Так, народ, чувствую. Сейчас я присяду и померяю. А вот эти желтенькие за 95. Ну, вот, меньше, чем 700 гривен. Я не знаю, посчитайте. По-моему, я таких цен не видела в Украине. Вообще, посмотрите, просто варианты. Варианты этих вот кенгурух, которых я люблю. Действительно, фирма. Очень известная. По-моему, австралийская. Ладно, что там уже говорить. Кенгурушки все оттуда. А вот уже пошла капочка. Тоже на распродаже. Кстати, рюкзак я спокойно бросила. Здесь крутая безопасность. Там у меня айдишка, документы, деньги, карточка. Я спокойно бросила в магазине и иду, снимаю видео. Здесь такого нет, чтобы кто-то взял и утянул. Вообще, здесь такого нет, здесь не бывает. Найдут моментально еще измолы. Не успеет выйти. Будет тюрьма, депортация. И никто, конечно, не хочет лежить с работы. У меня такие сандалики есть, только серые. И я, помню, очень долго ждала, они стоили больше, чем 100 дирхам. Когда они уже стали стоить 69, по-моему, я их взяла. Я просто долго ждала, где-то пару месяцев. Покажу как-то в одном из обзоров. Потому что у меня целая куча обуви, кроссовок и футбольных бутс. Так, ну пойду себе померю что-то. Цены прекрасные, надо себя побаловать. Так, сейчас посмотрим, что мы выберем. Кстати, что здесь классно, здесь можно мерить. Недавно мерить запрещали. И менять тоже. Видите, у меня какой ботинок раз. Я сняла с ноги, очень удобный. Вот я этот выбрала, сейчас померяю. По-моему, классно смотрится. Но надо подумать, брат, ли, поскольку у меня 7-8 пар кроссовок. Ох ты, как на ноге красиво смотрится. Вот такая си кенгурушечка удобная. Вот дошли до дела кожзам. Ну вот цены, сами смотрите, ничего вам не могу сказать. Вот 35 дирхам, то есть 200 с чем-то гривен, 210 гривен. Такой вот тапочек. Вот. Я не знаю, наверное, если на ногу придется, то это хорошая цена. Вот такие вот более модерновые, 69. Сейчас посмотрим. Ого, 29. Ну вот симпатично смотрится. Я не такой, не ношу, конечно, но вот как вот для меня смотрится симпатично. 35, черненький. Беленький почем? 29. Не, ну вообще нормально, 29, 150 гривен. 150 гривен вот этот, 150 гривен белый. Ну, 150 гривен, и вот 29, тоже 150 гривен. То есть 30 на 7, не, 210, ошибаюсь, 210 будет. Ну, тоже как-то нормально. 25. 25. Это вот 150. Ну-ка, давайте посмотрим на уголь в эмиратах за... за 150 гривен. Ну, он такой черный-черный, ну, я не знаю. Ну, конечно, если вот одеть, он тебе пришелся. Я и в плохих кроссовках бегала. И вот такой же белый. Вот белый симпатичный смотрится. 25 гирхам, 150 гривен. Так что приезжайте, приезжайте, мы шопаем сюда. А вот, кстати, сумочки прозрачные. Сейчас сумочки такие стали популярны. Ну, честно, вот цена 99 гирхам, даже из распродажа. То есть, получается, за 700 гривен люди будут видеть вообще, что у меня внутри там. Вообще такой варам прикольный сюрприз. Ну, не в эмиратах, конечно. Вот в аэропортах уже могут чикнуть. Ну, вот зачем это, я не понимаю вообще. То есть сумма изнаночку увидят. Нет, нет, не нравится. Вот странные сумки. Что даже как-то там баксы не положишь. Не, ну положь, конечно, но людей будешь стеснять. Не, напишите свое мнение. По мне так это хрень какая-то. Прозрачные сумки. Что это такое? Что это такое?